Новое оборудование для борьбы с COVID-19. В Ненецкой окружной больнице уже скоро заработает новая кислородная станция. Сейчас идут монтажные работы. Также автопарк отделения скорой помощи пополнился новым автомобилем, обеспечивающим кислородную поддержку. В первую очередь глава региона осмотрел одну из палатковидного отделения, где уже смонтирован канал подачи кислорода от станции до койки пациента. Здесь как бы подключаться аппарат ИВЛ, маску можно подключить. То есть фактически подводка уже выполнена кислорода. Это позволит обеспечить эту палату и тех пациентов, которые здесь находятся, кислородом. Чистым медицинским кислородом. Чистым медицинским кислородом. Обустройство каналов подачи кислорода в каждую палату имеет определенные сложности. Есть ряд требований для установки, которые нужно учесть в мероприятиях по обеспечению бесперебойной подачи кислорода каждому пациенту. Здесь очень много нюансов, а здесь сложная работа технически. Пайка, обработка, чтобы избежать утечи. На сегодняшний день основные работы по монтажу кислородной трассы завершены. Остались последние штрихи и поставка оборудования, которое вырабатывает кислород. Трасса уже проведена по всем этажам. Заканчивается монтаж, на днях начинается пайка, установка консолей, клапанов. Самое основное уже проведено. Новый способ подачи кислорода пациенту будет иметь преимущество перед существующей сегодня системой. В настоящий момент здесь есть, конечно, кислород, но здесь рампа. То есть мы заряжаем баллоны. У нас тут курсирует машина по больничному городку. Ну, то есть все очень тяжело, да? Баллоны надо заведить, привезти, подключить к рамке, открыть кислород, забрать пустыню, поехать, поставить, зарядить. И вот так вот, 24 на 7. Установка нового оборудования в ковидном отделении чрезвычайно важна для более эффективного и качественного лечения больных. У нас большое количество заболевших коронавирусом. Все они нуждаются сегодня в кислородной поддержке. И мы видим, что то количество кислорода, которое вырабатывает наша кислородная станция, оно, ну, конечно, недостаточно. Оно недостаточно, а все больные коронавирусом, особенно тяжелые, они нуждаются в этой кислородной поддержке. И нам кислород сегодня необходим, простите, как воздух, для того, чтобы вытащить этих тяжелых больных. Именно поэтому мы приобретаем эту кислородную станцию. Уже к концу ноября в ковидном отделении Нинецкая окружная больница будут готовы и смонтированы 135 точек подачи кислорода больным. Пока станция приедет, пока подключат, все смонтируют, пока работают на нашей станции, плюс концентраторы, которые есть, пока мы выходим из ситуации, но нам же самое главное удержать инфекционный процесс, чтобы больные не перерастали, чтобы нам не попасть в ситуацию, когда не хватит чего-то. Также глава региона во время рабочей поездки в больницу вручил учреждению новый автомобиль скорой помощи. Он сделан в арктическом исполнении, полный привод и автономный обогрев салона. Автомобиль также оснащен кислородным баллоном и оборудованием для оперативной неотложной помощи пациенту. Сегодня такая техника нужна, как никогда. Василий Харанзельский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.